Уважаемые коллеги, мы вас приветствуем в Центре компьютерного обучения специалистов МГТУ имени Баумана. Сегодня у нас с вами очередной день карьеры. Уверена, что будет интересно, впрочем, как и всегда. И зовут меня Ольга Юрьевна Светлышева. Я работаю в Центре компьютерного обучения специалистов, преподавателем. Пришла сюда директор по персоналу, ну и затем перешла в преподавание. Сейчас я преподаю для наших менеджеров по персоналу и для кадровиков. А также провожу различные семинары, в том числе и один из этих семинаров – это день карьеры. Как сегодня будет проходить наш день карьеры? Первое. Я предоставлю слово представителю нашего рекламного отдела Ольге. Она интересную информацию вам расскажет. Затем предоставим слово работодателю, потому что многие, наверное, пришли для того, чтобы пообщаться лично с работодателем. И затем у нас будет интересное выступление по графологии. Это слово предоставлю Ларисе Дрегваль. Вы знаете, многие из наших HR-ов знают ее, да, это очень хорошо. И уверена, что много интересного она вам расскажет о вас самих. Соло предоставляет Ольге. Добрый вечер, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы пришли к нам в этот прекрасный летний и уже начинающийся вроде как теплый вечер, что не может не радовать. Моя коллега представила меня как представителя рекламного отдела, а разговаривать я буду сейчас с вами о нашей службе трудоустройства. Как вы знаете, в Центре специалист мы купим людей совершенно разным профессиям. И помимо того, что мы занимаемся образованием, это наша прямая правильная деятельность, к нам часто обращаются компании, ну порядка 15-20 компаний в неделю, которые говорят, что они с удовольствием рассмотрят на своей вакансии наших выпускников. Поэтому на нашем сайте в разделе «Карьера» вы найдете блок трудоустройства, где есть e-mail контактный, jobs.specialist.ru, куда можно отправить свое резюме с пожеланием, что бы вы хотели, что вы рассматриваете и что вам интересно. Кроме того, помимо этого, вы найдете там раздел «Профориентирование». Сейчас мы в течение лета сделаем из него совсем конфетку и добавим на него бесплатные тесты по профориентации для старшеклассников. Поэтому если вашим знакомым детям в возрасте от 16 до 18, нам до 25 лет, это будет интересно, то можно будет заходить к нам на сайт и проходить эти тесты. Тесты будут разработаны нашими специалистами в области кадровой службы, в области профориентирования, психологами. То есть это не игрушечка, которая там покликала, разлегся и все. Это действительно профессиональный тест. Кроме этого, как вы знаете, у нас есть тесты на IQ. Этим очень любят баловаться разные люди, но мало кто знает, что тестов на IQ на самом деле два. Один составлен специально для людей с математическим складом мышления. Мы как центр, который начинал и активно продолжает развивать направление обучения программистов, сталкиваемся с ними очень часто и встречаем их очень часто. Но есть также второй тест на IQ, он посвящен людям с гуманитарным. Моя специализация именно в психологии – это графоанализ. То есть это диагностика личностей, характера, дисбираймента, ценности, вообще все, что связано с человеком, его установок глубинных, подсознательных, осознанных и так далее. В Москве у нас есть представитель института по анализу МС Гольберг. Может кто-то слышит уже. Это израильский специалист МС Гольберг. Она мигрантка, она из России мигрировала в начале 90-х годов в Израиль. И вот эту технологию, которая развита в Израиль, в Израиль, как графоанализ, диагностика по почеку, она адаптировала на русские лицеры. Я являюсь ее ученицей, одной из первых учениц, которая сейчас эту тему продвигает в России. Чем я занимаюсь? Чем вообще наш центр занимается? Я там уже не одна, я уже обучила целую пяду специалистов, профлодов, HR-ов, которые сейчас осваивают эту технологию, там на работе с ним так, занимают, оценивают кандидатам по почеку. Мы занимаемся широким достаточно спектром. Каждый, конечно, свое выбирает. Вот если говорить в целом, какие задачи преследует группоанализ, то есть это, первое, это, конечно, консультирование, индивидуальное, личностное консультирование. Мы можем говорить о психологическом, о бизнес-консультировании. Это оценка по почеку сильных сторон, слабых сторон, особенности, которые даны от рождения, темпераментные, базовые, поделочки, надо принять в себе. И, конечно, те более характерные для человека паттерны поведения, которые он впитал от родителей, установки. Все знаете, что такое программы родительские. Тоже можно оценивать по почеку и человеку давать понять, как обратную связь происходит. И, естественно, это его самооценка. Это те ценности, которые он приобрел в течение жизни. Как вообще адаптируется его личность. Потому что мы все адаптируемся каждую минуту, каждую секунду. Мы адаптируемся к обстоятельствам внешних. У каждого из нас такой уникальный набор уже поведенческих реакций сформировался на то, как мы реагируем на людей, на работу, на непредвиденные обстоятельства, на какие-то обстоятельства, которые мы уже знаем, как себя вести. То есть вот это целый набор наших поведенческих реакций, эмоциональных, мыслительных, поведенческих, в том числе, вкладывается в единую такую сущность, которая называется личность. И мы все, конечно, неповторимы в этой личности, уникальны. И вот так и почерк каждого из вас, вот он несет в себе всю эту информацию. Настолько он пронизан всеми этими структурами, начиная от глубины и заканчивая более поверхностными структурами, которые меняются. А вот можно это все изучать, ряд за рядом, этаж за этажом, выходя до каких-то еще других вещей. И я думаю, что никто со мной не будет, спорится, что меняется, что у каждого он неповторимый. Вы тоже это виды. Начиная со школы, вы замечаете, что у вас что-то по одинаковым пробки. А в итоге каждый почему-то пишет по-своему, так, как ему комфортно, так, как ему удобно. Иногда люди смотрят друг у друга на почерки, говорят, как ты так пишешь, это же просто невозможно, я там вот так вот слева наклоняю, или так узко, или так угловато. Начинает пробовать, рука не идет. Так это тебе так неудобно. А на самом деле ему как раз очень удобно. Это из-за стиля адаптации. Вообще почерк отражает наш живое начало. Это личность, личность, это вообще адаптация от окружающего мира. И графолог, внешне, это психолог в первую очередь. Естественно, невозможно быть графологом, если вставать в самоопознание, хотя бы начальника. Естественно, задача графолога, вот все это дать человеку, объяснить, прояснить, что с ним происходит, какой он. И первая задача графолога, провести личную консультацию, индивидуальную консультацию по разным вопросам. Это может быть родительско-детские отношения, это может быть семейная ситуация, это может быть профориентация, это может быть просто понять себя хочу. Вот дожил до 35 лет, как-то не задумывался, кто я есть. А сейчас вот прямо время пришло, хочу понять, разобраться. Начинается этап самоуглубления, самоанализ. Самому сложно, потому что не все понятно, а может неправильные выводы дела, а может неправильные таксистыруются. А на самом-то деле, вот как раз специалист, такой как графолог, он так проводник, рассказывает, показывает, что там происходит с человеком. Если брать вот специализацию, бизнес-специализацию, то как может быть там использован графоанализ? Он может быть использован вот именно при приеме на работу, при оценке соискателя. Когда перед вами человек, выберет его почерк, вы смотрите, уже примерно вы начинаете понимать, какой он. Хотя бы тип темперамента, хотя бы тип реагирования, хотя бы первые впечатления о том, постоянный он, непостоянный. Открытый, закрытый. Общительный, не общительный. Эмоциональный или неэмоциональный. И так далее. То есть есть определенный набор характеристик, который можно, проглядев почерк, достаточно быстро. Естественно, оценка. Оценка уже работающего персонажа. Когда мы кого-то, например, рекомендуем или не рекомендуем на позицию руководителя, на позицию человека, который будет нести большую личную ответственность за что-либо, за ресурсы, за материальные ресурсы и так далее. Вот в этой задаче тоже графоанализ хорошо с этим не справляется. Есть, бывают специфические задачи, когда нужно открыть просто психологическое состояние человека. Непонятно, почему он приходит на работу и не работает. Он весь в своих мыслях. Наверняка сталкивается. Надо просто уже оценить. Что происходит, может, его выпуск, а может быть, уже стоит эксцентрирование. Отправить может даже и лечение какое-то психотерапевтическое. Тоже бывают такие задачи, хотя это сугубо индивидуальные, но в бизнесе они встречаются. Иногда становится вообще оценка обменяемости и невменяемости. Возможно, перед нами психопатическая личность, которая реагирует определенным образом. Кто может в этом разобраться? Нам-то кажется, что он странный, а ему кажется, что вы странные. Происходит конфликт, недопонимание. В данном случае, кто-то может разобраться в этой ситуации, подсказать, что здесь происходит. И еще есть очень специфическое, узкое направление графоанализа для бизнеса. Это чисто оценка психологических рисков. Когда мы говорим о степени благонадежности человека. Что значит благонадежность? Здравствуйте. Она оценивается широко. То есть мы не говорим, честный он или нечестный. Понятие честность относится. Все зависит от степени, от ситуации, от задачи. Но здесь как раз просматривается степень нормативности. Степень, например, подверженности соблазнам. Это важно. Тоже, например, человек, который на соблазн никак не идет. И можно смело поставить на эту сложность. Ни на что не купится. Степень алчности. Каждый из нас все равно так или иначе экономен. Это кто-то жаден, а кто-то алчен. Алчность – это уже зависть до чужого. Экономность – это свое, жадность – это свое. Алчность – это уже чужое. Там уже зависти нет. И в итоге вот эту степень тоже надо проглядывать. Например, когда человек занимается ресурсами, чужими материальными. Когда он поставлен на эту двуку. Если там высокая степень реискалочности, явно он уже не сможет себя преодолеть и воспользоваться положением. Это может быть степень, связанная со стремлениями и умениями человека какие-то создавать, знаете, люди называют, которые интриги плести. Вместо того, чтобы работать, заниматься вот сейчас наговорами, сплетнями, интриганством. Вот очень много времени рабочих приходит на это. Уже можно отследить таких, в общем, много чего еще можно отследить еще с точки зрения вот как раз степени благонарежности человека. У нас в целом это и называется. Пациентка степени благонарежности. Там много-много-много. Естественно, чем я еще могу сказать? Преподавание. Потому что это даже, наверное, центральная задача. А вот этот метод, показать, как можно большего количества людей и научить. Поэтому, кто хочет научиться, пожалуйста, приходите. Я провожу профессиональное обучение на базе Института графоанализа Инессы Гольберг. Дипломы израильские, стандарты европейские. Пожалуйста, это тоже можно. Умеете можно? Да, пожалуйста, проходите. Идем дальше. Ну, в общем, представилась немножко в курс темы, вас ввела. Для чего нужен нам графоанализ. Сегодня более узко рассказываю по профориентации только. Вот еще раз этот слайд. Оценка персонала, психологический портрет, оценка благонадежности. Это индивидуальные консультации и профориентации. Это такие основные направления. Использование метода. Перевернуть? Переворачивай. Немножко про графологию. Как она зарождалась. Как она вообще становилась на ноги. Вообще, графоанализ, он ведь давно существует. Как только люди начали писать, они стали замечать, что каждый в этом очень неповторимый. Это было сделано, вот такие наблюдения были стихоматизированы, были проведены во Франции аббатом Мишоном. Ну, как раз аббаты же первые писали, священники, да, первые начинали осваивать письменность. Вот он заметил как раз, что вроде бы все пишут одно, но разными почерками. Он начал сравнивать, он начал, конечно, еще на уровне эмпирики, наблюдения. Он начал оценивать характеры вот этих своих коллег, если можно так выразиться, их почерков. И вот свои наблюдения он публиковал. Но у него такая трагическая судьба, потому что там не было это принято, как правило, это было, в общем, к этому очень отрицательно отнеслись. Но не сейчас, не об этом. Вообще, графология, она такой извилистый, я бы сказала, тернистый такой путь проходила. Единственная страна, где она себе прям хорошо дорогу, ее поддержали, психологи поддержали, наука поддержала, и даже государство поддержало. Это Венгрия. Вот там существует государственный институт обучения графологии. Графология. Там нужно обучиться и спокойно иметь такую профессию. А во всех других странах, она вот, ну, в общем, никак не могут не признать. Она как-то с боками. Ее и не отрицают, но и не признают. Вот вы как бы сами где-то с боком, сами вроде как существуете, но мы так официально вас не признаем, но и отрицать мы не будем. Что есть, вроде как, связь между головным мозгом, активностью мозга и диском. А в России тоже очень активно зарождала терпология. И вот где-то до 40-х, по-моему, годов 20-го века она очень активно началась. Много было проведено экспериментов и описательных, и вот таких уже исследований, и Бехтерев изучал почерк, и Лурия изучал почерк. И они говорили, они писали в своих исследованиях, что есть прямая связь с мозгом, активностью головного мозга и письмом. Но советская власть, но, вы знаете, указания, даже 30-е годы, когда там зарубили массу вообще вот таких исследовательских направлений и не дали развиваться тем наукам, которые докапывались до бессознательных, которые говорили о том, что люди не рождаются чистыми в сумме магии. Оказывается, люди уже рождаются с чем-то, с каким-то элементом определенным, с генами определенными, которые потом в будущем появляются в его характере, в его поведении. Когда эти науки были под запретом методологии, она только зарождающаяся в направлении, еще никакой наукой она не была, она попала к этому. И все, и до 2000 года пустота ни одного исследователя, ни одного нормального научного учебника на эту тему нет. Есть какие-то авторские методики, но опять, это чисто эмпирика, вот наблюдение одного человека. Он там сравнил, он решил, он увидел, он так подумал и написал. И, конечно, вот эта вся литература, масса, на самом деле масса литературы научной на эту тему, она существовала на английском, французском, иврите, итальянском, испанском, но не на русском языках. И на русском-то языке вообще там ничего практически нет, и вот единственное, что есть, и что можно почитать, это 8 книг и несколько, которые были выпущены в 2008 году, серия «Психология почвы». Вышла небольшим тиражом, дважды переиздавалась. Сейчас мне мои ученики говорят, и студенты, которые ко мне приходят, не можем найти. На озоне кое-где иногда мелькает, там одна-две книжки, и тут же раскупается. Вот такая тема, которая пока еще, я считаю, не нашла своего популярного отражения в головах наших соотечественников. Постепенно входит, 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 и там, когда я начинала, 7 лет назад я начала так активно ходить в бизнес-слуги, уже консультированием заниматься, мы меня смотрели, говорили, а что такое такое, а вот информация что-то, что это, пирология какая-то, вообще это, даже слова не знали, что это. Сейчас, когда я, здравствуйте, прихожу туда-нибудь, провожу мастер-класс какую-нибудь компанию, мне говорю, да-да-да, мы знаем, у меня уже просили почерк писать, я уже в курсе, что такое есть, то есть уже, по крайней мере, никто не отрицает, что это есть, я считаю, что это большая заслуга, в том числе моя. И поэтому распространение, вот оно сейчас идет, и оно, естественно, будет все больше и больше и больше масштабироваться. Я думаю, что, несмотря на то, что люди перестают писать от руки, один из самых, наверное, распространенных вопросов, которые мне задают, и вы мне его тоже хотели однозначно задать, больше все перестали писать, зачем вообще этот метод, ну, вот, несмотря на это, этот метод получает все больше и больше широкое признание. Так вот, ответ сразу на вопрос, люди перестали писать, да? Ну, они перестали, но они же не разучились, нет, все умеют писать. И на самом деле почерк, это такой навык, моторный навык, который формируется всего один раз. Он формируется в течение школы и закрепляется в течение школьных лет. Один раз надо научиться писать, и примерно, ну, считается, что в 14-15 годах этот навык переходит на автоматический уровень, закрепляется и на всю жизнь с нами остается. Поэтому, если вы после 18 лет, ну, в школе вы все равно до 18 лет пишете, потом институт все равно пишет, что-нибудь допишет, все равно где-то подкрепляйте в это. Не надо больше обучаться. И все этому обучены. Я еще не встречала ни одного человека, который не умеет писать. И дети, и подростки, и взрослые все умеют писать, тогда попросишь. И даже если вы не писали много лет, даже 10 лет вы не писали, вот это такой психомоторный навык, который очень быстро восстанавливается. В этом случае что делать? Он дает два листа бумаги, говорит, вот здесь вот что-нибудь напишите для себя. Вспомните, как это делается. В течение трех-пяти минут все вспоминает. А вот здесь вот уже напишите для меня. А вот как вы здесь уже напишите для меня, вот это и есть ваша личность на данный момент премии. Со всеми ее адаптационными механизмами. И люди говорят, у меня такой корявый почерк. Это потому, что я давно не писала. Мне поэтому у вас корявый почерк. И сразу вопрос, хорошо или плохо вообще иметь корявый почерк. Вы откуда знаете, это хорошо или плохо? У нас мерки в голове школьные. Писать надо красиво, правильно? А лучше всего каллиграфически, чтобы учитель еще мог отчитать. А значит, такой почерк хороший, потому что нам-то говорили родители, учителя и так далее. На самом деле нет, конечно. Не по таким критериям вообще оценивается личность. Не по этим критериям. Мы смотрим, насколько почерк беглый, насколько он гибкий. Вот это вот как раз критерий гибкости оценивается. И вот то, что принято называть корявостями, это как раз те помехи, те какие-то внутренние сложности, опять же, которые сам человек для себя думает, что это сложно, которые у него возникают, когда он адаптируется к окружающему миру. Чем больше вот этих заусенец, чем больше этих остановочек, тем больше у него внутри каких-то вот этих самых остановок, мешающих ему гибче и плавнее вписываться в отступающий мир. Так что все имеет свой смысл. Все механизмы, которые, когда мы пишем, они все отражают именно наши психические особенности. И нет понятия хорошей почерки или плохой почерк, красивый и некрасивый. Есть понятие адаптивный, неадаптивный. И то адаптивный на 100% не бывает, как вы понимаете, каждый момент времени наш мозг совершает кучу, массу вот этих вот электрических импульсов создает, чтобы нам как более мобильно приспособиться. Поэтому мы постоянно развиваемся. И это как раз ответ вам на вопрос, который вы точно мне тоже зададите, почему почерк меняется. Вот поэтому и меняется. И что вы тоже меняетесь, что вы тоже живете, а не находитесь в статичном состоянии, в одинаковом всегда, вчера, сегодня, завтра, послезавтра, три года назад и через пять лет. А соответственно происходит некая жизнь внутренняя. И это хорошо. И это так и должно быть. Эта здоровая психика так должна реагировать на окружающий мир. А вот почерк неизменный, одинаковый, двадцать лет назад, десять лет назад, сейчас, завтра, сразу напрягает, да? Сразу что же такое происходит? Почему же там не происходит в жизни? Почему же человек так законсервировался и не позволяет себе давать ход этим внутренним изменениям? Вот тут вот уже будет вникать вопрос, ну, конечно, у специалиста. И, конечно же, специалист будет смотреть, а как же он там меняется? Все равно меняется. Просто мы не видим иногда, да, вот обыватель его не видит. Вот специалист, он, конечно, уже увидит, в чем там происходит изменение. Почерк вообще сложный такой, психомоторный, экспрессивный, проективный акт. И раньше вообще считалось, что существует только один единственный центр, ну, у нас в головном мозге есть центр письма. И он отвечает за то, как мы пишем. И вот как раз эксперименты, исследования Лилии показали, и его учеников показали, что нет, нету единого центра письма. Оказывается, когда мы пишем, активен весь головной мозг. Оказывается, когда мы пишем, у нас функционирует моторика мелкая, у нас функционирует визуальная координация, потому что нам обязательно надо увидеть, что мы там пишем. У нас включаются слуховые ассоциации, потому что есть слова, которые мы пишем, и у нас вдруг возникают какие-то представления. Может быть, память подключается, мы на это слово реагируем. Естественно, у нас включается визуальный ряд, визуальная ассоциативность, у нас образы, у нас какие-то идеи возникают, а у кого-то, когда он начинает писать, интуиция открывается. То есть в этот момент функционирует и правое, и левое полушарие, и они между собой очень активно начинают взаимодействовать, чего, как правило, не происходит, когда мы вообще, чатаем на компьютерах, левое полушарие активизируется, левое отдыхает, правое отдыхает. А здесь все, оба полушария, и плюс еще и лобные доли, и листочные, и затылочные, и полностью активен головной мозг, когда мы пишем от руки. Поэтому есть психотерапевтические техники, которые направлены на то, чтобы вы все свои переживания, всю свою, может быть, даже сложную ситуацию не проговорили, а прописали. Потому что в этот момент вы ее по-настоящему проживаете, вы ее по-настоящему прочувствуете. Когда вы это сделали, тогда будет действительно облегчение. Ну, это я сейчас пошла в психотерапию, возвращаюсь к нашей теме. Поэтому мы дальше. Почерк уникален, индивидуален, у каждого условия. Вы наверняка это видели, я уже это сказала. И он как тонкий барометр действительно реагирует и показывает все наши внутренние, внешние единицы. Это ответ на ваш вопрос, который вы мне задали в самом начале, что почерк у меня меняется. Из чего я делаю вывод, что у вас тонкая, душевная организация. Вы человек психологически восприимчивый, эмоциональный. Если даже не показываете это никому, но раз почерк у вас так играет, реагирует, то это вы так реагируете. То это на вас воздействует масса раздражителей, на которые вы откликаетесь. Тогда, конечно, почерк это ловит. Вы видите, какие эти изменения тут же происходят на листе. Так что связь прямая между почерком и нами. И было бы, конечно же, очень обидно отказываться от этого навыка. Во-первых, с точки зрения исторически-культурной, с точки зрения психологической, с точки зрения даже сохранения собственного душевного здоровья, поскольку почерк позволяет нам сохранять душевное здоровье, если мы достаточно часто им пользуемся. Итак, вот немножко про исследование расскажу. Еще в 1895 году Вильгельм Прейер, это немецкий профессор физиологии, он еще и основатель детской психологии, интересные эксперименты проводил с почерком, и он показал, что почерк несет в себе такие психологически устойчивые чувства при любых написаниях. Что было им сделано? Он, значит, собирал образцы почерков людей, которые перенесли какие-то травмы, увечья, когда еще в те годы была война, люди приходили с войны, и они лишались вот рук, но они все равно включались в процесс жизни и научались писать заново. Только кто-то писал, зажав ручку между зубами, кто-то научался писать, зажав ручку между пальцами ног, и все все равно обучались этому. Так вот, он собирал образцы до инвалидности, после инвалидности, и пришел к выводу на большом количестве статистических материалов, что почерки не поменялись. То есть по большинству устойчивых психологических критерий они были одинаковыми. Из чего он сделал вывод, что рука-то это только вот инструмент, с помощью которого мы пишем, и не от руки зависит, как вы пишете, и уж тем более не от ручки, а вот от чего, от нашей головы, от того, как мы думаем, конечно, от нашей биохимии, от нашей психофизиологии. Рука только инструмент, который как раз пишет, я еще называю почерки, все мои коллеги называют, это сканер, или это МРТ, только МРТ, не как связанная с врачебной практикой, это МРТ-психия. Абсолютное ЭКГ, МРТ, ЭКГ, которое может расшифровать специалист, диагноз, и рассказать, что там происходит, только происходит не на физическом здоровье, а на душе, о душе речь идет. Поэтому, конечно же, это очень мощный такой диагностический материал. Я вам хочу показать такой слайд интересный, если видите, вот пишет, это из моей практики, пишет ребенок, это как раз был анализ профориентации, с 14 лет мы уже проводим профориентацию, вот смотрите, там картинка, ему 13 лет, пишет, видите, как зажав ручку между зубами. Почерк ребенка, 13 лет, зажал ручку между зубами, написал вполне вменяемый текст, который можно анализировать, и по этому почерку мы делали его психологическую характеристику, представляли у меня коллеги, и профориентацию. И когда общались уже с родителями, это было подтверждено, то есть, да, они сказали, это правда, мы его такими знаем, и то, что вы еще раз подтверждаете, какую сторону его развивать, очень верно. И это не единственный, конечно, образец, у меня много в коллекции таких вот интересных образцов, почерков, которые написаны в разных условиях, и при разных заболеваниях, но все равно, которые несут информацию о человеке. Идем дальше. Что можно определить по почте? Ну, это коротко. Потому что все, что связано с психологией, физиологией, мы можем определять по почте. Это умственный потенциал, вот вам говорили, тесты на IQ, но это немножко другое. Конечно, по почерку баллы не поставишь, не скажешь 120 или 130, или 115, не скажешь. Но есть определенные градации, когда мы говорим интеллект среднестатистический или интеллект ниже среднестатистического. Среднестатистический, если по тестам IQ смотреть, это примерно, по-моему, от 95 до 120. Вот такой вот порог. Что у нас среднестатистический, по почерку можно сказать? Или выше, например, среднего, или есть самые там очень высокие, а есть вообще выдающиеся, там уже больше 140 по тестам, если брать. И это подтверждается почерками. Самое интересное, что этот труд по измерению интеллектуального потенциала, именно IQ, был написан, по почерку, был написан Бене, который же и основал тест на интеллект. Вот уже только вот этот вот компьютеризированный потом, а поначалу просто тесты, такие вопросы-ответы. Он был первым основателем этого теста, IQ на интеллект, но он не изучал интеллект по почерку, у него и целый труд написан, на французском. Как по почерку измерить интеллектуальный потенциал. Пособности задавки можно оценить, качества деловые, социальные, темперамент, черты характера. Я там написала, вот смотрите, теледеятельность, мотивация, потребность. Можно по почерку иерархию потребностей посмотреть. Все знают наверняка пирамиду Маслоу, она очень коррелирует с почерком. И можно сказать, какие первичные потребности у человека, какие вторичные, какие он отодвигает на потом, когда у него уже вот эти первые, вторые исполнятся. Поэтому здесь тоже можно сказать про мотивацию потребностей, про отношения к людям, к самому себе, про то, как складывались отношения с мамой, с отцом, потому что это формирование родительских программ. У каждого оно есть, конечно же, в личности. с авторитетом, как с начальником будет себя человек чувствовать. Не вести, а чувствовать. Он может молчать, да, а в душе копить столько агрессии, что потом не выдержит. а может и высказать. И сразу же сказать, это тоже можно оценить. Самооценка, амбиции, и вообще отдельные черты характера. В общем, все, что можно, все, что связано с психологией, с этой можно оценить. этапы становления почерка. Это просто, опять же, вам для ознакомления, что автоматичность, инерционность приобретается в средней школе, и графическая зрелость моторных навыков уже после 14-летнего возраста сформирована. Вот с этого момента 14-летнего возраста можно оценивать почерку. До этого момента нежелательно. Есть отдельные специалисты, графологи, которые работают с детскими почерками детей начальной школы, 10, 9, 11 лет. Но там есть специфика, и есть отдельная специализация по почеркам подростков, потому что подростковый почерк тоже оценивается по-своему, там немножко другие стандарты, оценки, поскольку подростки только формируются. И интересно, вот я работаю тоже с почерками подростков, я хочу сказать, что там все. Ну, то есть, вот что они... На самом деле, там все пока в кучу. Если у зрелого, взрослого человека уже как-то все иерархизируется, вот это на первом месте, это потом какая-то иерархия мотивов формируется, то там все вместе. И можно сказать, что у подростков там ни общительности дамки, ни проверки, ни экстраверсии, эмоциональность и какая-то вообще безчувственность, плохость, никаких эмоций. Все вместе. столько постепенно, постепенно, оно там как-то выстраивается, чего больше, чего меньше. Где-то, наверное, годом к 18 уже тетя определяется для этого инфраструктура. Но иногда и в 14 видно, что вот уже четко видно, вот это четко, например, эмоциональная направленность, творческая направленность, она уже здесь яркая. примерологика, аналитика, она будет сопровождать, но она никогда не будет до меня. Идем дальше. Теперь для тех, кто хочет показать мне свой почерк. Это правило подачи. Почерк на анализ. Как писать? Не каждый почерк еще мы будем анализировать. Очень важно, чтобы было много материала. Два-три слова не пойдет, но предложение слишком мало. Поэтому есть стандарты. Вот эти стандарты. Писать на чистом листе формата А4. Но сегодня может не получится на чистом листе. Будем так работать. Но в целом, когда действительно, например, вы работаете с искателем, он приходит, вы ему должны дать А4. Чистый лист бумаги обязательно. Почему? Кто знает? Или может догадывается, почему линейки, клеточки нам не нужны. Ну, а кто-то и ровно пишет из клеточек. Кто-то нет. А? Увидеть структуру. Да. Поля. Поля. Все правильно. То есть это позволяет увидеть, как человек ориентируется на чистом листе бумаги. Чистый лист бумаги в данном случае выступает как жизненное пространство. Вот как мы живем, так мы и пишем. И вот этот чистый лист бумаги это чистое жизненное пространство. А вот теперь напишите что-то на нем, и мы посмотрим, как вы в этом жизненном пространстве ориентируетесь. Видите ли вы какие-то рамки для себя, ставите ли вы эти рамки сами для себя или нет. Уносит вас куда-то? Или вы можете выдержать этот лист и увидеть, что вас куда-то там понесло? Вы вообще что-то там систематизируете? Вы как-то себя организуете? Или получается как? Пойдет. У каждого свое. И вот это очень важно отследить, поскольку все клеточки и все разлиновочки, они же как дают определенные такие рамочки и полочки, относительно которых человек начинает ориентироваться. И вот мы должны эти рамочки и полочки забрать, а вот теперь ты вышел в чисто поле, и вот как ты себя здесь будешь вести, мы посмотрим. Писать шариковой ручкой. Гелевой нельзя. Фломастером тоже нет. Карандашом тоже нежелательно, поскольку... Я сейчас расскажу почему. Потому что специалистов учат все-таки на шариковую ручку и глаз уже наметан. А если на карандаше можно все это тоже освежить, но лучше сделать так, чтобы специалист лишний раз просто не напрягался, а вот уже по своему знакомому по шариковой ручке ориентировался. Хотя карандашом простым можно. А вот гелевой нельзя. И фломастером нельзя, поскольку очень важным параметром почерка является глубина. Глубина – это нажим. Глубина – это состояние штриха и линии. И вот у каждого состояние штриха и линии свое. У кого-то штрих сочный, яркий, жирненький такой. У кого-то тоненький. У кого-то он весь потертый, как полинявший. А у кого-то блестящий, как новенький. Это все состояние нашей души. Это все... Вот штрих, он отражает состояние нашей эмоциональной сферы, наших чувств, нашего отношения к миру. И эта важная эмоциональная, душевная составляющая скрывается в штрихе. И если писать гелем, гелевой ручкой, или если писать фломастером, мы просто не увидим эту душу. Мы увидим плоский почерк. А там лишим сами себя очень большого количества информации. Писать нужно произвольный текст. Не списывать и не цитировать стихи. Можно задать тему. Напишите вот на эту тему. Человек начинает на нее писать. Но он пишет свои мысли. И он сам для себя выбирает, что он будет писать, как он будет писать. Просто задали тематику. Но списывать чужие мысли, но это не потому, что чужие. Мы не читаем вообще, что там написано. А почему не надо списывать? Потому что списанный текст мы как бы копируем, когда пишем. Вот тут абзац надо отпустить, Вот здесь вот так написано, и я так напишу. Вот здесь вот так перенесли, и я перенесу. Мы это даже не отслеживаем, но тем не менее мы копируем. И вот чтобы этого не происходило, сам должен писать, сам что-то придумать, просто задать тематику. Цитировать стихи тоже нельзя, потому что они задают определенный формат. Они задают, во-первых, столбик. Во-вторых, получается по центру. То есть слишком много места остается слева-справа. Это интерпретируется тоже. И вообще, когда анализируется почерк, все интерпретируется. И как, и сколько, и где записано, и где не записано. Сколько отступили сверху, сколько оставили снизу, слева-справа, между словами, между строчками, между буквами. Это все пустые пространства. И вот это пустое пространство, оно тоже несет очень много информации. И поскольку стихи лишают вот этого спонтанного заполнения, естественно, на листе бумаги, лучше этого не делать. Дальше. Писать что-то своим естественным почерком. И вот этот, наверное, пункт иногда вызывают у людей вопросы. Спрашивают. Я пишу, у меня два почерка есть. У меня три почерка есть. Я иногда так пишу, иногда вот так пишу. Значит, как отвечается на этот вопрос? Пишите, как вам сейчас захочется. Как вот сейчас данный момент для вас комфортно. Так и пишите. На самом деле, человек даже разными почерками пишет одинаково. Ну, для специалиста он пишет одинаково, если только он не страдает расстройством личности. Вот при расстройстве личности, действительно, люди пишут кардинально разными почерками. Но это немножко другая история. Это не про здоровых людей. Большинство-то людей здоровых. И у них действительно может быть и два, и три почерка. Но это только на первый взгляд. Кажется, что они разные. Для специалиста он будет один. Могу углубиться и рассказать, почему, если есть желание. Есть. Почерк многомерен. Он как лук. Вот как, смотрели, прошу. Он говорит, я как лук. Меня, говорит, надо это очищать. Вот так и почерк. Он многомерен. И он имеет три плоскости. Горизонтальную, вертикальную и глубинную плоскость. И глубинная плоскость – это плоскость базовых врожденных особенностей человека, которые практически не меняются с течением нашей жизни. Если бы мы все время менялись, вот прямо вот до глубины, мы бы каждый раз вообще бы перерождались, были новыми. Все равно есть ядро. Есть ядро такое глубинное, которое сохраняется на протяжении всей жизни. А есть поверхностные у нас структуры, которые меняются и корректируются. Так вот и почерк. Есть глубина, она всегда одинаковая и неизменная. Есть поверхностные структуры, которые меняются. И когда мы смотрим на почерк, мы видим поверхностные структуры. А глубинную вот эту структуру изучают специалисты с помощью лупы с помощью специальных инструментов и если вот эти на вид разные почерки сравнивать то на самом деле глубина то у них будет одинаковая а вот эти вот структуры внешние изменятся дальше писать на родном языке писать на родном языке на котором думает человек говорить я пишу и на английском и на русском и на французском да пожалуйста на любом но если вы максимально автоматично уже этот язык освоили пишите на нем думаете на нем пишите объем не менее пол страницы ну и самое главное писать в удобном положении сидя за столом они на подоконнике как иногда заставляются из сидя за столом в удобном положении идем дальше я иногда много говорю заговариваюсь поэтому вы меня это останавливать и переспрашивать и если вопросы теперь перейдем конкретно к тому как по почерку профориентация осуществляется вот это вот тема более узкая что смотрится конечно не все конкретно да что оценивается по почерку что важно с точки зрения профориентации узнать о человеке это психотип но я грубо очень разделила это все эти психотипы там на четыре типа мыслительный эмоциональный более теоретически или прикладной но это грубо еще раз говорю более тонко все смотрится второе очень важно оценить темперамент потому что темперамент показывает в какой в каком режиме лучше работать в каком стиле в каком темпе лучше работать и опять же очень грубо четыре типа я здесь написала холерик с англиник флегматик меланхолик на самом деле их 8 и нет чистых типов и направленность личности очень интересно понять это интроверт это экстраверт опять же чаще всего люди не совсем типичные экстраверты не совсем типичные они бывают где-то посередине но тем не менее вот эту доминанту надо вычислять и индивидуальные способности кого-то интеллектуальные больше способности развиты у кого-то лингвистические у кого-то музыкальные сочинительские моторная координация там много способностей вот когда всю эту линейку оценку проводим понимаем что за человек и уже исходя из этих особенностей подбирается не профессия не одна единственная профессия а именно условия деятельности можете записать никто никогда не даст и не расскажет какую вам выбрать профессию чисто и ориентировочно могут подсказать и сказать вот в этой деятельности вам будет лучше а профессии может быть много но они все соответствуют вот этим вот условиями вот этим вот требованиям которые наиболее комфортно подходят вот этому человеку так проводится и вот теперь чуть-чуть покажу как это еще делается получилось если брать психотип опять же очень грубо например мыслительный психотип это люди у которых как правило высокий уровень айкью вот этого формального интеллекта которые отлично умеют систематизировать схематизировать какие-то графики какие-то системы схемы как выглядит такой почерк смотрите прежде чем скажу значит еще вот что должна сказать почерк оценивается не по отдельно взятому параметру а в совокупности и на каждый вот например на каждое качество вот например мы оцениваем мыслительный тип существует не один признак а целый ряд как здесь прописано вот я здесь прописала например 5 признаков и они должны все вместе в этом почерке быть это называется синдром кто знает свою клиническую психологию кто знаком с психиатрией знают что там оценка идет синдромами и вот это как маленькие симптомчики почерка который когда вместе объединяются как раз дают вот этот мыслительный тип так вот как выглядит синдром мыслительного типа почерк должен быть мелкий серединке своей мелкий смотрите на свои почерки сейчас может кто-то себя и оцени именно в серединке он должен быть мелкий а вот верхние петельки вот посмотрите петельки в петельки буква б она как раз по размеру должна быть крупнее чем серединка как данном почерке это второе условие третье условие буква чем проще тем лучше они иногда бывают как схемы эти буквы а у людей с очень высоким айкил прям выдающимся у них буквы напоминают цифры порой например буква д пишется как двойка а буква л пишется как единица так вот эта схематизация называется буквы она раз отражает высокий интеллект поэтому буква очень просто она не сложная она не похожа на пропись ни в коем случае она очень упрощена у таких людей прямой наклон и когда они пишут на чистом листе бумаги он у них этот текст очень хорошо организован прямо схема блоки первое второе третье да и все от схематизировано все по блокам разнесено и вот когда все признаки вместе сошлись перед вами чистый мыслительный тип очень ярко выраженный мыслительный тип и уже можно сказать что например какая ему больше сфера деятельности подойдет например если там еще интроверсия это идти это очень ну как бы таких людей войти сфере как раз большинство это могут быть ученые то может быть биолог физик химик микробиолог и дальше пошел пошло там перечисление это эксперты маркетологи тоже своеобразные конечно же маркетологи до ученые исследователи вот сфера деятельности для эти для этого психотипа определена но я здесь еще не учла темперамент я не учла еще другие способности потому что такие люди часто еще бывают музыкальными способности с лингвистическими способностями здесь еще учесть на другое но это так для вас просто да вот как картинку показать чувствующий гуманитарный тип как выглядит как пишет совсем по-другому во-первых гуманитарий пишут кругленько кругленько вот они очень любят вот эти волнистые округлые движения них много петлей бывают почерки нашли себя до гуманитарии почерк уже крупный вот эта серединка не мелкая на наоборот очень крупная выразительная заметная как вы здесь видите они пишут понятным почерком них часто почерк похож еще на пропись недалеко ушел пожалуйста хорошая читабельность и часто украшают буковки вензеля какие не добавляют узнали это конечно же петельки там добавляет это гуманитарный чувствующий тип и профессии какие надо выбирать да с людьми надо общаться естественно это педагоги это психологи социальные работники это конечно и чар почему вы за улыбались и чар конечно же это тоже гуманитарная сфера воспитатели косметологи диетологи дальше опять посмотреть надо по направленности что больше подойдет прикладной тип что значит прикладной вот такие люди практики например среди вас наверняка из практики и они думают так ну когда же она наконец на практике будет показывать хватит теории потому что они практики потому что все что они воспринимают им надо понять куда для чего зачем и как это использовать а если это не использовать зачем она вообще надо это люди с практической направленностью они могут любой сфере себя проявить но как практики именно как практики преобладание угловатых форм часто у них не округлости а вот смотрите прямые линии и уголки они любят прямыми линиями штрихи твердые рука твердая нажим сильный линии часто бывают вот такие параллельные друг другу как на этом например почерки среди них много администраторов руководители среди них много врачей вот людей которые буквально работают руками и если они не работают руками то наверняка у них есть сады и огороды или что-то еще где они руками как раз работают машины ремонтируют дома строят и так далее и для них это творчество когда руками для них это творчество и давайте возьмем самый наверное непредсказуемый интересный тип и по статистике он встречается реже всего это чисто творческие личности творческие еще их называют интуитивные еще их называют теоретические они пишут совершенно особенно у них тоненькие линии у них легкий почерк он у них куда-то все время течет течет буковки не сформированные буковки не сфокусированные они как бы ускользают рука не совершает конкретных четных четких движений потому что их мозг все время находится в поисках нового в поисках вдохновение он нигде не задерживается он как бы не делает остановку он ни за что не цепляется он ни на чем не фиксируется такой человек заходит например в аудиторию он он видит все и никого его взгляд он ни на чем не фиксируется у него как бы широкое поле но детали он совершенно не замечает и конечно же вот там будет мало углов и слабый нажим нажим на ощупь надо оценивать но когда прощупываешь бумагу нажим не чувствуется вот у них не чувствуется и конечно на творческие профессии это музыканты художники писатели архитекторы журналисты архитект фотографы и так далее тоже широкая и вообще это теоретики они любят порассуждать по философствовать много поговорить обо всем и ни о чем такого нет сейчас объясню сейчас объясню смотрите очень часто мы говорим о том что у людей несколько почерков я вам рассказывал и когда вы говорите печатный блок вообще печатным может пишет писать любой человек вот этот печатный стиль он более осознанным он как бы если мы захотим мы все сможем написать печатным стилем сейчас 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 послушайте так вот эти люди творческие когда им надо где-то работать когда им надо на кого-то работать они находятся в свободном полете их психика начинает вырабатывать масочное поведение что такое масочное поведение это когда я понимаю что мне надо куда-то ходить что-то делать чем-то таким заниматься что может быть не совсем вообще моего но слава богу там есть моя креать мое креативное пространство но я должен вписываться в эти рамки и вот тогда у людей формируется масочное поведение масочное поведение в почерке отражается через печатный стиль у кого есть печатный стиль почерка имейте в виду у вас масочная есть стиль в масочного поведения то есть вы что-то такое делаете что от чего бы вы могли отказаться дай вам свободу дай вам скажи вам да не ходите да не делай ты уйди в свободное творческое пространство то никогда уйдут свободное творческое пространство у них маска слетит и они все вот так писать у не все там конечно еще надо посмотреть поэтому вот ответ на ваш вопрос когда я тоже очень часто сталкиваюсь и вижу что человек творческий но пишет он как бы вынуждена как необходимо у него есть маска он так живет моего обстоятельства заставили так жить ему надо либо хобби иметь либо там где он живет как как бы по вынужденному заниматься все равно своей более творческой сферы своей творческой профессии и в данном случае я сейчас говорю про общее ну конечно у каждого из них даже за этой маской свое есть если их там посмотреть они все свои у каждого есть свой индивидуальный все равно стиль они наклоны беглость все разное но общее вот этот печаток давайте дальше покажу вот теперь давайте сами попробуйте определить что это за психотип на кого он больше похож он похож на мыслительный он похож на первый да и более того самое интересное что это мальчик пишет ему 15 лет то есть это школьник и вот уже сейчас в этом возрасте видно вот это направление и достаточно легко сделать его профориентацию он уже сформировался чистый вот этот мыслительный тип давайте здесь посмотрим вот 17 лет девушка пишет гуманитарий чувствующий гуманитарный тип тоже практически в чистом духе легко определить ну а это вы сейчас видеть да это творческая личность да это композитор привет леонид агутин познакомьтесь который сам уже с собой и без он без масла и он без масла вопрос криминалистики криминалистики используют почему я не сказала потому что я с этим не не сильно как бы ну я связана но не сильно я туда погружаюсь не сильно я туда свои силы трачу хотя криминалистика конечно это отдельная сфера и составление психологических и только психологического портрета там там запросы в основном идут под давлением писал человек или или под диктовку писал человек например или вопросы вот у меня недавно был запрос записка значит суицид это какой суицид это вынужденный суицид или он действительно сам принял решение такие там специфические узкие вопросы возникают криминалистики что касается он или не он это уже почерковедческая экспертиза это не область графоанализа и не область графолога и специалисты как раз криминалисты почерковеды которые сравнивают образцы почерков и устанавливает подлинность или подделку они в психологию не лезут они просто сравнивают вот эти глубинные особенности аспекты почерков на их сопоставляемость это там никогда не скажут сто процентов этот человек писал говорят о степени достоверности о степени похожести этих почерков например степень высокая более 80 процентов скорее всего писал этот человек или нет сопоставимость низкая писали разные люди вот эта область почерковедческой но вопрос по обратной связи можем ли мы меняя почерк теме или иным образом повлиять на себя и на свое может быть состояние конечно можем обратно эта связь фидбэк она всегда существует и мы можем корректируя почерк менять свое некое такое проблемное отношение к окружающему миру существует только это не каллиграфия это графа терапия пожалуйста могу рассказать кому хочется поменять но там тоже своя технология там надо постоянно писать там есть каждый день это делать в общем-то тренировать а видение писать каждый вечер меняя сначала один элемент пока он до полного автоматизма не дойдет это как минимум три недели потом менять другой элемент пока он до полного автоматизма не дойдет ты еще как минимум три недели потом эти оба элемента и так далее только элементы только сознательно это когда если вот есть такой интересный момент я тоже пробовала и видела что некоторые элементы вот ему рекомендовал а он пишет 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 например при встрече говорит не идет не идет не приживается у меня этот элемент значит есть внутренний какой-то механизм который не хочет пока чтобы вот этот элемент встраивался значит надо разбираться что блокирует и не надо себя насиловать значит есть какие-то вещи которые пока этому человеку нужны и перестраивать их не надо да ну наверняка при собеседовании при да да наверняка это будут сферы при приеме на работу но я вас хочу предупредить что если у нас есть этика внутренние графологов и я всем своим студентам это говорю я не и выполняют это если вас попросили писать вас должны обязательно уведомить для чего просят написать вы должны знать что вы пишете для графологического я когда работаю с такими образцами почерков нет уже присылают из разных компаний на оценку я прошу чтобы вот человек который пишет не этот текст он прям писал я в тексте писал пишу для графологического анализа для меня это понятие того что вот он осведомлен он знает для чего это может быть да это может быть какой-то внешний эксперт который проводит эту вполне конечно и так и как правило не будет потому что ярко выраженных мало и вы будете где-то здесь чуть-чуть где-то тут чуть-чуть где-то вот там чуть-чуть и как это и задача специали специалиста определить вас какая вы и направить вас вот на те условия которые для вас наиболее подходим естественно это нормально чтобы не в чистом где-то представлены чем понятно понятно смотрите ответ на школе тоже всех учат по стандарту прописи писать как и этих чертежников тем не менее мы все потом переходим от этого стандарта на тот уровень который нам удобен или неудобен и в данном случае ответ мой остается прежним что раз он пишет так и сохраняет это печатные свою стилистику это все равно особенности маскировки поведения нет если если это чертежи и там есть госты и стандарты писать на чертежах именно такими буквами не а вот здесь вот уже когда мы говорим напишите что-то свое вот от руки и он начинает этим же писать здесь другие механизмы срабатывают потому что когда мы пишем мы не пишем это сознательно мы не специально пишем буквы мы пишем так как нам удобно мы всегда так пишем а раз ему так удобно вот этот стиль печатный это элемент не естественного почерка не естественно это когда существует определенное движение вы в него вошли в это движение в эти буковки уже не выписываете вот это вот называется естественное письмо то есть то что внутри она сразу выходит наружу а когда вы букву свою начинаете в печатный стиль оформлять значит то что у их идет и внутри она преломляется вашими внутренними фильтрами запретами какими-то внутренними установками которые не позволяют вот этому внутреннему выйти наружу в том виде в котором она там существует и она преломляется вот в эту вот печатность в эту стилизацию и соответственно психологии это называется маска маска это бессознательный стиль поведения никто не говорит что он это делает специально есть люди которые вообще живут масочно и они об этом даже не догадываются они даже не знают что они маски они даже не знают какие они там на самом деле внутри и вот задача как раз и графолога и потом психотерапии раскрыть вот это вот все убрать насколько это возможно всю эту маскировку тогда личность расцветает повторные обводки да это потребность вот как в жизни то есть что-то сделал но что-то не уверен правильно неправильно надо вернуться еще раз перепроверить для руководителя но знаете я не даю оценок правильно это линии или неправильно это особенность личности перепроверять подстраховываться хорошо это или плохо я не знаю смотря какая должность смотря какие обстоятельства да здесь уже надо смотреть есть еще вопрос конечно а вас зовут да пока лариса смотрит почерк читает я хочу сказать что к сожалению работайте сообщил нам что стоит скобки уже не успевает вот поэтому видимо все вакансии будут выставлены у нас на сайте это первый момент второй момент если у вас есть какие-то вопросы по резюме по собеседованию и так далее давайте мы делаем вот что есть несколько вариантов первый вариант вы пишите мне на почту если вам срочно вот сейчас что-то нужно наказать консультации от меня вот не душа по собака специалист .ру специалист .ру присылайте свое резюме посмотрю там рекомендации все прочее единственное только в этот же день вряд ли смогла ответить если же вам не срочно но вам интересно все эти вопросы я вас приглашаю на день карьеры следующий который состоит у нас в августе можно посмотреть по расписанию и еще у нас есть курс семинар вот сегодня как раз он был называется успешный поиск работы и трудоустройства и мы с утра до вечера 10 до 17 10 как раз обсуждаем вот все эти вопросы и профориентации ну насколько я могу конечно не связывается потому что это все-таки отдельная тема собеседование резюме и все прочее договорились а этот курс он когда будет один раз в месяц он проходит на вас вас будет подписаться а то есть как вы там нашлись да единственное только он бесплатный для наших выпускников но если вы будете регистрироваться на сайте то возможно он запросит с вас денег потому что он не знает выпускник вы или нет чтобы этого не произошло лучше это регистрироваться у наших администратор ну либо менеджер своему напишите то есть или по телефону чтобы это для вас было бесплатно